Тысячи лет люди на Земле размышляли над вопросом. Одни ли мы во Вселенной? Возможно, однажды мы найдем ответ, установив контакт с развитой инопланетной расой. Это будет исторический момент первого контакта. Видите эту яркую полосу? Это сигнал. Но способны ли живые, дышащие инопланетяне или даже умные машины действительно совершить длительное путешествие к Земле? И если внезапный разум пошлет нам сообщение, узнаем ли мы его? И каковы шансы, что это мы первыми найдем другую цивилизацию и пошлем ей сигнал? Когда речь идет о связи с другими мирами, то, что сегодня кажется фантастикой, может вскоре стать научным фактом. Потому что первый контакт с человеческой расой может произойти гораздо раньше, чем мы думаем. И совсем иначе, чем мы себе представляем. Наука и техника. Первый контакт. Это вопрос, над которым мы уже давно размышляем. И любимый сюжет научной фантастики. Могут ли живые, дышащие инопланетяне действительно появиться однажды на нашей планете? Это самая волнующая, невероятная и пугающая возможность в проблеме первого контакта. Первый контакт относится к тому моменту, когда мы, люди, впервые устанавливаем связь инопланетной цивилизации, которая имеет возможность нам ответить. Это тот момент, когда мы, наконец, вступаем в великий галактический клуб разумной жизни. Поиск технологичной жизни в нашей галактике и в нашей Вселенной — это эффектный поиск. Возможно, самый грандиозный поиск всего человечества. Нет сомнений, что визит инопланетной расы станет событием, которое изменит Землю. Если вы посмотрите на великие вехи в истории человечества, то у нас было открытие огня, открытие сельского хозяйства, открытие письменности, математики. Однако, если мы установим первый контакт, это будет вершина всего. Важность первого контакта стоит в одном ряду с соделением гомо-сапиенса от обезьян. Так каковы шансы, что мы станем свидетелями этого исторического события? Эти шансы зависят от того, сколько существует развитых инопланетных цивилизаций. И чтобы узнать их количество, ученые обратились к математической формуле так называемому уравнению Дрейка. Еще в 50-х годах XX века ученые размышляли о том, что есть там, во Вселенной. Но не существовало инструмента, не было математической формулы, чтобы уточнить наш анализ. Это были досужие и застольные разговоры. Потом астроному Фрэнку Дрейку пришла в голову одна идея, почему бы не попытаться подсчитать вероятность обнаружения жизни во Вселенной. Дрейк написал это очень простое уравнение, которое должно было оценить. Сколько сообществ существует в нашей галактике, забудьте о других галактиках, только в нашей собственной галактике, способных посылать сигналы, которые мы можем поймать, хоть и вон нет. Полное уравнение Дрейка состоит из семи переменных. Проще выражаясь, это уравнение учитывает общее число звезд, которые могут существовать в нашей галактике. Какая часть из них имеет планеты, на какой части планет есть жизнь, на какой части из них есть разумная жизнь, и, наконец, какая часть этой разумной жизни может посылать сигналы в космос. Первый приемлемый подсчет показал, что могут существовать 10 тысяч планет у нашего порога, на которых имеются разумные формы жизни. И тут возникла проблема. И если их 10 тысяч, то где они? Когда Кэрол Саган попытался посмотреть снова на эти цифры, и у него получилось число порядка миллиона, это вызвало смущение. Прямо у нас за порогом должна существовать разумная жизнь, которую мы видим каждую ночь, но мы не вступаем с ними в контакт. Поэтому у нас возникла проблема. Эта проблема существует и сегодня. Если так, велики шансы существования разумной жизни в нашей собственной галактике имеет смысл серьезно рассмотреть один из любимых сценариев научной фантастики. Что случится, если инопланетяне действительно вдруг явятся к нам? Все любители кино воображают, что посещение инопланетяне должно проходить по определенному сложному протоколу. Что делать, если летающая тарелка приземлится на лужайке у Белого дома? Что делать, если вдруг над Москвой другими крупными столицами Земли зависнут летающие тарелки? Если у правительства есть на этот счет план, то они об этом не говорят вслух. Даже без этих секретов мы знаем, какие будут предприняты шаги. Стратегическое командование Воздушных сил Соединенных Штатов и несколько групп ученых уже ищут астероиды, которые могут столкнуться с Землей. И так как они способны заметить астероиды за годы до того, как они столкнутся с нами, одна из этих групп заметит любой тип корабля-инопланетян, направляющегося к Земле задолго до его прибытия. Поэтому правительство будет предупреждено заранее. Инопланетянам не удастся скрыть свое появление. Когда они появятся в нашей атмосфере, реактивные самолеты будут сопровождать этих посетителей до места посадки. Это событие будет находиться под наблюдением и контролем. Если пришельцы появятся в американском воздушном пространстве, то одно из возможных мест приземления это Плам-Айленд, недалеко от Лонг-Айленда, в Нью-Йорке. Здесь расположен Центр заболеваний животных Министерства сельского хозяйства, где выделяют и изучают возможные инфекционные заболевания, потому что это одна из самых больших опасностей при появлении внеземных существ. Затем ученые Национального института здравоохранения и Центра контроля заболеваний наденут скафандры биозащиты и осмотрят гостей. Очень важно предотвратить передачу болезни и от нас к ним, и от них к нам. Если произойдет физический контакт с инопланетной расой, то как насчет болезней? Как насчет конкурирующих экосистем? У нас уже и так полно проблем с организмами, приспособленными к одной среде в Азии, а потом попадающими в долину Миссисиппи или наоборот. Они называются инородными организмами. Так что если состоится физический контакт, у нас будет целый список проблем. И биологические опасности не единственная забота. Корабль пришельцев, который прилетит сюда через галактику, должен иметь двигательную систему более мощную, чем любая земная. Поэтому ученые из Министерства энергетики должны поспешить на место посадки, чтобы проверить наличие опасных материалов. Наука и техника Предусмотреть все детали контакта землян с пришельцами невозможно. Прибыли ли они с миром? Или для того, чтобы нас уничтожить? И сможем ли мы хотя бы общаться с ними? Поскольку техника наших небесных гостей должна далеко вогнать нашу собственную, чтобы они могли совершить такое далекое путешествие, то мы не сможем так контролировать ситуацию, как нам бы хотелось. Несмотря на все эти неизвестные, некоторые ученые верят, что такой контакт принесет нам пользу, особенно если заглянуть за пределы нашей галактики. Я думаю, первый контакт неизбежен. Взгляните на ночное небо. Каждую ночь галактика Млечный Путь зажигает сотни миллиардов звезд. Но сколько там галактик? Хотите верьте, хотите нет? Наши телескопы видят сотни миллиардов галактик в ночном небе. Почитайте сами. 100 миллиардов умножить на 100 миллиардов. Это 10 тысяч миллиардов звезд во Вселенной. Это эквивалент количества всех песчинок, находящихся на Земле. Но это астрономическое число звезд также порождает очень большую проблему. Расстояние между всеми этими звездами. Неужели более развитые цивилизации могут преодолеть необъятность пространства? Даже если раса пришельцев овладеет путешествием со скоростью света, 300 тысяч километров в секунду потребуется примерно 4,5 года, чтобы долететь до Земли от ближайшей к нам звезды — Альфа Центавра. И так как большинство звезд находятся от нас на расстоянии от сотен до миллиардов световых лет, шансы встретиться лицом к лицу с пришельцами выглядят весьма сомнительными. Но физики верят, что способ все же можно найти. Главное возражение заключается в том, что расстояние между звездами слишком велико для путешествия. Тем не менее, допустим, у нас есть цивилизация настолько развитая, что начала открывать новые законы физики. Допустим, у нас есть звезда, расположенная вон там, и другая звезда, в сотнях световых лет от нее. Развитая цивилизация может искривить ткань пространства и времени, сблизить эти две точки, а потом проколоть отверстие так, чтобы кратчайшим расстоянием между двумя точками стал в пространственно-временной тоннель, врата, портал сквозь ткань пространства и времени. Тысячи лет люди на Земле размышляли над вопросом. Одни ли мы во Вселенной? Возможно, однажды мы найдем ответ, установив контакт с развитой инопланетной расой. Это будет исторический момент первого контакта. Видите эту яркую полосу? Это сигнал. Но способны ли живые, дышащие инопланетяне, или даже умные машины действительно совершить длительное путешествие к Земле? И если внезапный разум пошлет нам сообщение, узнаем ли мы его? И каковы шансы, что это мы первыми найдем другую цивилизацию и пошлем ей сигнал? Когда речь идет о связи с другими мирами, то, что сегодня кажется фантастикой, может вскоре стать научным фактом. Потому что первый контакт с человеческой расой может произойти гораздо раньше, чем мы думаем. И совсем иначе, чем мы себе представляем. наука и техника. Первый контакт. Это вопрос, над которым мы уже давно размышляем. И любимый сюжет научной фантастики. Могут ли живые, дышащие инопланетяне действительно появиться однажды на нашей планете? Это самая волнующая, невероятная и пугающая возможность в проблеме первого контакта. Первый контакт относится к тому моменту, когда мы, люди, впервые устанавливаем связь инопланетной цивилизации, которые имеют возможность нам ответить. Это тот момент, когда мы, наконец, вступаем в великий галактический клуб разумной жизни. Поиск технологичной жизни в нашей галактике, в нашей Вселенной это эффектный поиск. Возможно, самый грандиозный поиск всего человечества. Нет сомнений, что визит инопланетной расы станет событием, которое изменит Землю. Если вы посмотрите на великие веки в истории человечества, то у нас было открытие огня, открытие сельского хозяйства, открытие письменности, математики. Однако, если мы установим первый контакт, это будет вершина всего. Важность первого контакта стоит в одном ряду с соделением гомо-сапиенса от обезьян. Так каковы шансы, что мы станем свидетелями этого исторического события? Эти шансы зависят от того, сколько существует развитых инопланетных цивилизаций. И чтобы узнать их количество, ученые обратились к математической формуле так называемому уравнению Дрейка. Еще в 50-х годах 20-го века ученые размышляли о том, что есть там, во Вселенной. Но не существовало инструмента, не было математической формулы, чтобы уточнить наш анализ. Это были досужие и застольные разговоры. Потом астроному Фрэнку Дрейку пришла в голову одна идея, почему бы не попытаться подсчитать вероятность обнаружения жизни во Вселенной. Дрейк написал это очень простое уравнение, которое должно было оценить. Сколько сообществ существует в нашей галактике, забудьте о других галактиках, только в нашей собственной галактике, способных посылать сигналы, которые мы можем поймать, хоть сегодня. Полное уравнение Дрейка состоит из семи переменных. Проще выражаясь, это уравнение учитывает общее число звезд, которые могут существовать в нашей галактике. Какая часть из них имеет планеты, на какой части планет есть жизнь, на какой части из них есть разумная жизнь, и, наконец, какая часть этой разумной жизни может посылать сигналы в космос? Первый приемлемый подсчет показал, что могут существовать 10 тысяч планет у нашего порога, на которых имеются разумные формы жизни. И тут возникла проблема. И если их 10 тысяч, то где они? Когда Кэрл Саган попытался посмотреть снова на эти цифры, и у него получилось число порядка миллиона, это вызвало смущение. Прямо у нас за порогом должна существовать разумная жизнь, которую мы видим каждую ночь, но мы не вступаем с ними в контакт. Поэтому у нас возникла проблема. Эта проблема существует и сегодня. Если так, велики шансы существования разумной жизни в нашей собственной галактике имеет смысл серьезно рассмотреть один из любимых сценариев научной фантастики. Что случится, если инопланетяне действительно вдруг явятся к нам? Все любители кино воображают, что посещение инопланетян должно проходить по определенному сложному протоколу. Что делать, если летающая тарелка приземлится на лужайке у Белого дома? Что делать, если вдруг над Москвой и другими крупными столицами Земли зависнут летающие тарелки? Если у правительства есть на этот счет план, то они об этом не говорят вслух. Даже без этих секретов мы знаем, какие будут предприняты шаги. Стратегическое командование Воздушных сил Соединенных Штатов и несколько групп ученых уже ищут астероиды, которые могут столкнуться с Землей. И так как они способны заметить астероиды за годы до того, как они столкнутся с нами, одна из этих групп заметит любой тип корабля инопланетян, направляющегося к Земле задолго до его прибытия. Поэтому правительство будет предупреждено заранее. Инопланетянам не удастся скрыть свое появление. Когда они появятся в нашей атмосфере, реактивные самолеты будут сопровождать этих посетителей до места посадки. Это событие будет находиться под наблюдением и контролем. Если пришельцы появятся в американском воздушном пространстве, то одно из возможных мест приземления это Плам-Айленд, недалеко от Лонг-Айленда в Нью-Йорке. Здесь расположен Центр заболеваний животных Министерства сельского хозяйства, где выделяют и изучают возможные инфекционные заболевания, потому что это одна из самых больших опасностей при появлении внеземных существ. Затем ученые Национального института здравоохранения и Центра контроля заболеваний наденут скафандры биозащиты и осмотрят гостей. Очень важно предотвратить передачу болезней и от нас к ним, и от них к нам. Если произойдет физический контакт с инопланетной расой, то как насчет болезней? Как насчет конкурирующих экосистем? У нас уже и так полно проблем с организмами, приспособленными к одной среде вази, а потом попадающими в долину Миссисипи или наоборот. Они называются инородными организмами. Так что, если состоится физический контакт, у нас будет целый список проблем. И биологические опасности не единственная забота. Корабль пришельцев, который прилетит сюда через галактику, должен иметь двигательную систему более мощную, чем любая земная. Поэтому ученые из Министерства энергетики должны поспешить на место посадки, чтобы проверить наличие опасных материалов. Наука и техника Предусмотреть все детали контакта землян с пришельцами невозможно. Прибыли ли они с миром? Или для того, чтобы нас уничтожить? И сможем ли мы хотя бы общаться с ними? Поскольку техника наших небесных гостей должна далеко вогнать нашу собственную, чтобы они могли совершить такое далекое путешествие, то мы не сможем так контролировать ситуацию, как нам бы хотелось. Несмотря на все эти неизвестные, некоторые ученые верят, что такой контакт принесет нам пользу, особенно если заглянуть за пределы нашей галактики. Я думаю, первый контакт неизбежен. Взгляните на ночное небо. Каждую ночь галактикам личный путь зажигает сотни миллиардов звезд. Но сколько там галактик? Хотите верьте, хотите нет? Наши телескопы видят сотни миллиардов галактик в ночном небе. Почитайте сами. Сто миллиардов умножить на сто миллиардов. Это десять тысяч миллиардов звезд во Вселенной. Это эквивалент количеству всех песчинок, находящихся на Земле. Но это астрономическое число звезд также порождает очень большую проблему. Расстояние между всеми этими звездами. Неужели более развитые цивилизации могут преодолеть необъятность пространства? Даже если раса пришельцев овладеет путешествием со скоростью света, 300 тысяч километров в секунду потребуется примерно четыре с половиной года, чтобы долететь до Земли от ближайшей к нам звезды, Альфа Центавра. И так как большинство звезд находятся от нас на расстоянии от сотен до миллиардов световых лет, шансы встретиться лицом к лицу с пришельцами выглядят весьма сомнительными. Но физики верят, что способ все же можно найти. Главное возражение заключается в том, что расстояние между звездами слишком велико для путешествия. Тем не менее, допустим, у нас есть цивилизация, настолько развитая, что начала открывать новые законы физики. Допустим, у нас есть звезда, расположенная вон там, и другая звезда в сотнях световых лет от нее. Развитая цивилизация может искривить ткань пространства и времени и сблизить эти две точки, а потом проколоть отверстие так, чтобы кратчайшим расстоянием между двумя точками стал пространственно-временной тоннель, врата, портал сквозь ткань пространства и времени. Продолжение следует... ...инопланетных существ. Даже если такой кратчайший путь существует, нет способа узнать, могут ли живые существа выжить во время такого путешествия. Означает ли это, что наши шансы встретиться лицом к лицу с пришельцами равны нулю? Не обязательно, потому что некоторые физики-теоретики считают, что самым вероятным космическим путешественником будет не биологическое существо, а умная машина. Я действительно думаю, что когда вы достигаете определенного уровня технологии, вы изобретаете машины разума. Такой вид разума есть у нас, нашими мягкими, податливыми мозгами. Знаете, это хорошая модель для начала, но очень быстро вы сделаете думающие машины. Думающие машины не имеют всех тех дефектов, которые присущи биологическому существу. И существует уникальный тип умной машины, у которого больше шансов выдержать невероятное путешествие к Земле. Очень разумная теория, так как наши способности вести исследования с помощью систем роботов далеко превосходят наши возможности вести исследования с помощью людей. То же самое справедливое для внеземных цивилизаций. Машинам путешествовать в космосе гораздо проще, чем биологическим существам, которым нужна еда, воздух, вода и все остальное. Можно очень легко перебрасывать их с планеты на планету, от звезды к звезде. Не нуждаясь средствах жизнеобеспечения, инопланетная цивилизация может послать очень умного робота на поиски жизни за пределами собственного участка космического пространства. Все же наша Вселенная и даже одна наша галактика слишком велика, чтобы ее могла исследовать одна машина или даже сотня машин. Путешествие каждой звезде займет миллиарды лет. Но что, если эта машина будет настолько умной, чтобы копировать саму себя? И что, если ее копии смогут делать то же самое? Тогда вместо одной машины исследующий космос тысячи, а потом и миллионы машин будут выполнять одновременно такую же задачу. Эта кажущаяся сказочная идея разумного, самовоспроизводящегося беспилотного разведчика была высказана здесь, на Земле, еще в середине 20 века венгерским физиком Джоном фон Нейманом. Беспилотный зон фон Неймана будет вынужден захватывать ресурсы, доступные в готовом виде в пространстве, чтобы воспроизводить себя. Например, металлы и газы на астероидах, лунах и планетах. Так как же будет выглядеть один из таких самопроизводящихся роботов? В мире научной фантастики машины инопланетян, которые прилетают на Землю, часто огромные мощные и способные раздавить нас, как клопов. Но если зонд фон Неймана действительно прилетит, может оказаться, что это мы, великаны, а зонд Клоп. Они могут быть очень компактными. Они могут владеть нанотехнологией, иметь контуры, наноконтуры, сделанные из отдельных атомов. При этом каждая часть зонда фон Неймана может обладать мощностью суперкомпьютера Пентагона. Поэтому такое устройство может хранить всю информацию целой планеты. Нанотехнология — это наука создания полностью функциональных машин в невероятно малых масштабах. От 100 нанометров, то есть 100 миллиардных долей метра, до доли нанометра. Для сравнения, одна цепочка ДНК имеет ширину 2 нанометра. Такой тип компактной конструкции дает несколько преимуществ по сравнению с более крупными инопланетными зондами. Меньше сырья понадобится собрать для воспроизводства. Небольшая масса облегчит задачу для двигательной системы. И такой крохотный гость вероятно избежит обнаружения нежелательного внимания. А строителям инопланетного зонда не понадобится гораздо более сложная технология, чем наша. Мы занимаемся нанотехнологиями всего несколько десятилетий, а уже можем создать действующий микрочип меньше пылинки. Поэтому невероятно маленький, умный и самовоспроизводящийся зонд будет, наверное, просто замечательным выходом для инопланетной цивилизации. Особенно потому, что ему понадобится очень мало частей, кроме самовоспроизводящегося устройства. Прежде всего, на зонде фон Неймана будет установлена антенная решетка, при помощи которой можно сообщать, какие планеты имеют жидкую воду, на каких планетах есть микробы, на каких планетах есть разумная жизнь, а внизу будет какая-нибудь система двигателей. Но когда речь идет о личном посещении Земли инопланетянами, то есть третий вариант первого контакта. Возможно, если инопланетянин может совершить долгое путешествие сюда, то, возможно, он будет не биологической сущностью и не умной машиной. Он может быть и тем, и другим, частично существом из плоти и крови и частично машиной. В научной фантастике оно называется киберганом. Физик-теоретик доктор Мичо Каку считает, что нам нужно только посмотреть в зеркало, чтобы понять, почему инопланетная цивилизация может предпочесть киберга, чем форму жизни. Давайте нажмем кнопку ускоренной перемотки вперед. Давайте перенесемся на Землю через 100, 200, 300 лет в будущем. Это всего лишь мгновение. В это время, возможно, мы захотим получить бессмертные тела. Если выбирать между смертью, между необходимостью смотреть, как наши тела убидают и страдают, вот так, и возможностью проснуться в один прекрасный день с телом из силикона, стали и тканей и жить вечно. Что бы вы выбрали? Это только в нашем случае. У развитой цивилизации, опередившей нас на миллион лет, будут варианты лучше киберга, лучше роботов. Возможно, у них будут варианты, о которых мы сегодня можем только мечтать. Первый контакт. Тот момент, когда человеческая раса вступит в контакт с неземной расой и обнаружит, что она не одна, станет событием, которое может открыть невероятные новые возможности или положить конец жизни на Земле, какой мы ее знаем. Если развитая инопланетная цивилизация действительно существует, и если она пошлет сигнал через космос, чтобы установить первый контакт с нами, тогда одно из самых вероятных мест, где будет принято это историческое послание, это отдаленный район в глубине Национального лесного заповедника Лассен на севере Калифорнии. Здесь, среди изрезанного ландшафта, уже появляются первые тарелки антенн радиотелескопа, который станет самым большим телескопом в мире. Этот раскинувшийся комплекс называется системой телескопов Аллена или ATA. На ней работает институт СЭТИ, частная некоммерческая организация, название которой расшифровывается как поиск внеземного разума. Раньше ученым этого института приходилось одалживать время на других приемных антеннах для поиска инопланетных сигналов. Теперь возведено работает их собственный радиотелескоп. Вы видите эти антенны? За моей спиной их сейчас 42. Каждая из них примерно 6 метров в диаметре. Это похоже на радиофотокамеру. Она может делать снимки, радиоснимки неба с большими подробностями благодаря множеству этих маленьких антенн. Как одна гигантская антенна, которая разбита на маленькие кусочки. Через несколько лет здесь будет 350 тарелок, и все вместе они станут самым большим в мире пунктом для приема инопланетных сигналов. При работе на полную мощность эта площадка сможет сканировать 10 миллиардов радиочастот. 5-10 раз больше, чем другие антенны, которыми сети пользовался в прошлом. Для интерпретации этих сигналов радиотелескопы много раз прочесывают один участок неба, регистрируют полученные данные, а потом преобразуют их в мозаичное изображение для анализа. Поэтому в действительности ученые смотрят, а не слушают сигналы. Кино всегда надевают наушники и слушают их, но знаете, на деле так не бывает. В реальном мире происходит вот что. Сигналы поступают в эту комнату. Это центр всех радиотелескопов. Мы не слушаем один канал, мы слушаем десятки миллионов каналов. И, конечно, мы не собираемся просто сидеть здесь и смотреть. Если мы хотим узнать, вышел ли на свет неземной разум, мы будем наблюдать за компьютерным терминалом. Вот здесь. Вот где астрономы сидят, в центре управления. Эта комната не похожа на мостик звездолета «Энтерпрайз». К сожалению, она довольно простая, но функциональная. Можно сидеть здесь и смотреть на сигналы. Беда в том, что когда у вас десятки миллионов каналов, невозможно наблюдать за всеми. Это все равно, что следить за высыхающей краской. Я имею в виду, что можно сидеть здесь день за днем, и можно сойти с ума, поэтому мы этого не делаем. Фактически за нас слушают компьютеры. Пусть они сидят в наушниках. Вот с этого компьютера можно давать команды телескопам, можно давать их так, словно это список покупок. Сначала я хочу, чтобы ты посмотрел вон на ту звезду и сейчас наблюдал за ней. А дальше ты перейдешь к следующей звезде в списке, будешь смотреть на нее. И они дадут тебе знать, если примут действительно интересный сигнал. Взрывы звезд и многие другие небесные события рождают естественные радиосигналы. И искусственные объекты в космосе также посылают сигналы домой. Они будут приняты сверхчувствительными тарелками телескопов и просеянные на компьютерах, чтобы не быть ошибочно принятыми за сигналы инопланетян. Инопланетные сигналы отличаются или тем, что повторяющиеся сигналы приходят из дальнего космоса, где нет сделанного человеком оборудования или сильным усилением естественной радиостатики. Видите эту яркую полоску? Это сигнал. Он начинается в этой части экрана на этой частоте, а потом сдвигается по частоте вверх к Земле с течением времени. Но это именно такой сигнал, который мы ищем. Он в одной точке экрана, это передача. И его частота тоже сдвигается вверх. Мы ожидаем этого чужого сигнала, потому что источник находится на планете, которая вращается, как и положено, но он так быстро меняет частоту, что это явно спутник. Может, телекоммуникационный спутник, может, космический зонд. Это разведка, но это наша разведка. Но какими бы сложными ни были эти новые антенны, они могут сканировать только часть звезд нашей галактики за время своего существования. Около миллиона из миллиардов звезд в Млечном пути. Так где может существовать неземной разум? И как мы узнаем, когда придет настоящий сигнал? Команды сети уверены, что они смогут обнаружить любые жизненно важные послания после одного волнующего события. Гринбэнк, Западная Виргиния, июль 1996 года. Сигналы из дальнего космоса принимал огромный радиотелескоп Национальной радиоастрономической обсерватории. Ученые из Института поиска внеземного разума надеялись, что они смогут подслушать инопланетные переговоры, раз и навсегда подтверждающие, что мы не одни. Момент первого контакта. Хотя это обычная процедура, в тот день что-то было иначе. Команда сети начала принимать необычный сигнал, который вызвал сенсацию. Ученые начали совершать установленные заранее действия. Этап первый. Они сдвигают тарелки радиотелескопов в обсерватории слегка в сторону цели, потом возвращают их в первоначальное положение. Если сигнал будет продолжаться во время этого движения, то они будут знать, что это ложная тревога. Сигнал идет от объекта, близкого к Земле, например, спутника. Но если сигнал идет из дальнего космоса, тогда даже слабый сдвиг тарелок должен прервать сигнал, который возобновится, когда тарелки вернутся обратно. Именно так и произошло. Сигнал прошел первое испытание. Теперь второе. Этап второй — это связаться с другой обсерваторией, предпочтительно на другом континенте. Позвонить кому-нибудь из другой радиообсерватории, кому-нибудь, у кого другой набор антенн, потому что никто не поверит, если только вы одни его поймали. Это может быть просто сбой аппаратуры или программного обеспечения. Но через 16 часов после первого обнаружения сигнала и до того, как они смогли получить подтверждение от другой обсерватории, они обнаружили источник. Сигнал шел от космического корабля «Соха», который в данный момент изучал Солнце в полутора миллионах километров от Земли. Сбой в программе компьютерной системы сети делал связь «Соха», похожий на настоящий инопланетный сигнал. Несмотря на явное разочарование, это событие дало ученым институту уверенность, что их протоколы работают и что когда придет настоящий инопланетный сигнал, они смогут распознать его и понять, что первый контакт установлен. Но им все еще надо удостовериться, что их тарелки смотрят в нужном направлении, в нужное время и на нужной частоте. Это нелегкая задача. Так где же находится внеземной разум? Я хочу сказать, что мы можем направить эти штуки куда угодно. Мы не знаем, куда. Явно не знаем, но стратегия действия очень простая. Вы начинаете с ближайших звездных систем и постепенно и проверяете. Начать поезд сначала у себя во дворе, обообразите, что ищете у слонов, например. Хочу сказать, что если вы ничего не знаете о слонах, можете начать собственно у двора и постепенно забираться все дальше, пока, наконец, не наткнетесь на слона, или не наткнетесь. В ближайшие годы, как надеются ученые института, новая космическая технология и полеты, запланированные НАСА и лаборатории ракетного движения, помогут определить привлекательные цели. Эти цели называются экзопланетами, и это планеты за пределами нашей Солнечной системы, вращающиеся вокруг других звезд во Вселенной. Но найти их нелегко. Чтобы открыть планеты возле других звезд, потребуется вся техника, которая у нас есть. Мы используем самые большие быстрые компьютеры, мы используем самые большие цифровые камеры, какие вы когда-либо видели. Некоторые из них имеют миллиард пикселей, не мегапикселей, а миллиард пикселей. И с помощью всей этой техники мы начинаем находить эти интересные планеты вокруг других звезд, которые откровенно напоминают нам нашу Солнечную систему, наш дом. Но современная техника телескопов позволяет нам верить только нечеткие изображения огромных газовых гигантов, таких как Юпитер, чей диаметр в 11 раз больше диаметра Земли. Мы не можем видеть планеты, подобные Земле. Но это должно измениться. Детектор планет земного типа готовит к запуску до 2020 года, и он будет оснащен многочисленными космическими телескопами, которые все вместе позволят заглянуть далеко в космос в поисках другой Земли, на которой может существовать разумная жизнь. Это будет громадный телескоп, позволяющий нам сделать первые снимки другой Земли возле ближайшей звезды, слабой голубой точки, вращающейся вокруг желтого Солнца. Разве это не великолепно? И этот детектор пошлет нам не только изображение. Мы не только можем увидеть, голубая ли эта планета, что означает наличие воды на ее поверхности основы жизни, но сможем анализировать свет от этой Земли, увидеть все ее цвета, синий, зеленый, желтый, красный, даже инфракрасный, которые расскажут нам о химическом составе этой планеты. И самая волнующая перспектива найти планету в атмосфере, в которой присутствует кислород. Но пока детектор планет земного типа не будет готов, в 2020 году искателям внеземного разума остается лишь надеяться, что звезды, за которыми они наблюдают, имеют возле себя планеты, где есть жизнь. Многие сценарии первого контакта основаны на надежде, что гораздо более передовые инопланетные существа уже обладают технологиями будущего и могут сами посетить нас или, по крайней мере, отправить большое приветственное послание с другого конца Вселенной. В таких ситуациях нам остается надеяться, что они произнесут фразу из старого кино «Мы пришли смирно». Но что, если ответственность за первый контакт ляжет на нас? Готовы ли мы к этой задаче? Так как наши астронавты добрались лишь до Луны, Юстон, мы благополучно спустились, а полет человека к Марсу по-прежнему остается большой проблемой. Идея посещения людьми других планет относится к области научной фантастики. Но у нас уже есть беспилотные зонды, летящие сейчас в дальний космос. В 1977 году НАСА запустили космические зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2» для изучения Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Сейчас они находятся далеко за Плутоном, на самом краю нашей Солнечной системы, и направляются в межзвездное пространство. «Вояджер-1» находится дальше, примерно в 16 миллиардах километров от Солнца, дальше от Земли, чем любой другой искусственный объект. Каждый зонд несет медную, покрытую золотом пластинку фонографа с математической записью инструкций, как проигрывать пластинки, и со схемами научных принципов, которые могут быть понятны внеземным цивилизациям. На них есть медальон, на котором записаны звуки планеты Земля, звуки, которые можно слышать, местонахождение Земли в нашем секторе Вселенной. Это, в сущности, дорожная карта, рассказывающая о том, кто мы, чего хотим, какие звуки издаем, и о нашем местонахождении. Зашифрованные послания, основные формулы на зондах были выбраны Комитетом НАСА незадолго до запуска, чтобы наилучшим образом представить культуру, народы и природные чудеса Земли. Как генеральный секретарь Объединенных Наций я шлю приветствия от имени людей нашей планеты. Привет от детей планеты Земля. Но эти сообщения также служат примером одной из самых сложных задач — установить первый контакт. Нет гарантии, что они хотя бы поймут нас. Так же, как мы сумели расшифровать египетские иероглифы при помощи розетского камня, перед учеными стоит задача найти космический розетский камень. Нечто такое, что будет понятным, послужит универсальным языком как для инопланетян, так и для людей. Розетский камень содержал отрывок на трех языках — двух египетских и греческом. Этот камень совершил прорыв расшифровки древнеегипетских иероглифов одного из языков на камне. Поскольку другие два языка были понятны, сумели расшифровать третий. Такой инструмент понадобится для общения с инопланетянами. Обычной стартовой точкой межзвездного послания неким универсальным языком основными строителями блоками являются математические и научные принципы. Представляется вероятным, что вы должны знать, по крайней мере, что дважды два — четыре. Математика одинакова во всей Вселенной. Я физик, и одним из самых волнующих деяний для меня является написание уравнения впервые в истории. И, возможно, на другой стороне галактики сидит инопланетянин, который пишет то же самое уравнение другими знаками. Так могут ли послания Войджеров, которые уже на расстоянии миллиардов километров от Земли, стать первыми космическими розетскими камнями, прокладывающими путь к инопланетным цивилизациям в самых дальних уголках Вселенной. При нынешней скорости 50 тысяч километров в час, гораздо меньше скорости света, Войджеру один понадобится примерно 100 тысяч лет, чтобы только добраться до ближайшей к нам звезды Альфа-Центавра, находящейся на расстоянии четыре с половиной световых года. Но он летит совсем не в этом направлении. Поэтому зонды Войджер неудачнее кандидаты на установление первого контакта. Но есть и другой способ, при помощи которого машины нашего производства могут установить первый контакт где-нибудь в дальнем космосе. Возможно, люди Земли станут первой цивилизацией, построившей зонд фон Неймана, разумную, самовоспроизводящуюся машину, которая может делать копии и саму себя, чтобы распространяться в космосе. По оценкам космических специалистов, компьютеры на Земле превзойдут мыслительные способности человеческого мозга примерно к 2050 году и смогут обрабатывать немыслимый объем информации. При таком темпе имеет смысл выбрать умные машины для нашего первого контакта в будущем. Фактически, основные работы по созданию таких машин уже ведутся и меняют наши способы исследования космоса. В данный момент есть несколько миссий, использующих программы искусственного разума на ежедневной основе. Роботы-разведчики на Марсе также имеют некую форму программного обеспечения искусственного разума. Именно эти программы позволяют им искать переходные события. Переходные события это события, которые происходят в считанные секунды. И поэтому руководители полета на Земле не могут на них реагировать, так как нужно около 22 минут, чтобы команда машинам дошла до Марса. Например, песчаные вихри, небольшие, похожие на торнадо-конусы, которые проносятся по сухому ландшафту, могут быстро образовываться на марсианской поверхности, точно так же, как в земных пустынях. На Марсе они случаются крайне редко, но умная программа марсианского ровера может обрабатывать каждое полученное изображение и посылать на Землю только те, на которых есть песчаный вихрь. Так что ровер принимает решение самостоятельно. Но любая машина будущего, которую мы пошлем к другим планетам, должна быть гораздо умнее. она должна уметь делать всё сама, так как команды Земли будут идти до такой машины в дальнем космосе слишком долго, даже если эти команды будут лететь со скоростью света. Ближайшая к нам звезда Альфа Центавра находится от нас на расстоянии примерно 4,5 световых года. Если мы пошлем команды к космическому кораблю, они доберутся туда, через 4,5 года. Так что этот космический корабль должен быть настолько умным, чтобы знать, что искать, когда будет вести поиски другой цивилизации. Но есть и другие пути, кроме отправки астронавтов и зондов для установления первого контакта. Потому что мы не просто слушаем сигналы инопланетян. Мы уже отправляем собственные послания в дальний космос. И некоторые критики считают, что такая стратегия приведет к уничтожению Земли. Даже при наличии самого лучшего в мире оборудования, прослушивание сигналов разумных инопланетян процесс медленный и утомительный. В результате некоторые ученые, работающие по поиску внеземного разума, не хотят ждать первого контакта. Они предпочитают его инициировать. Этот процесс называется активным поиском внеземного разума, и ученые уже начали отправлять послания в надежде, что кто-нибудь получит их. Традиционная программа поиска внеземного разума — это подслушивать, слушать сигналы, которыми обмениваются чужие цивилизации в открытом космосе. Активный поиск хочет протянуть им руку. Они хотят объявить о нашем существовании. Они хотят сказать, «Я здесь!» Они хотят сказать, «Вот как выглядит наша ДНК!» «Вот как выглядит наше тело!» «Вот наше точное положение среди звезд во Вселенной!» Активный поиск начал радиотелескоп Алисиба в Пуэрто-Рико. Его тарелка сейчас самая большая в мире, больше 270 метров поперечники, что равно почти трем футбольным полям. Она стоит внутри гигантской естественной карстовой воронки в горе. В 1974 году из этого места было отправлено сообщение с целью инициировать первый контакт с инопланетянами. Это было основное послание, написанное на языке математики и науки, которое давало некоторые представления о жизни на Земле. Оно начиналось с основной системы счета чисел от 1 до 10 и краткого описания некоторых химических веществ, важных для жизни на Земле, описания наших ДНК, схемы человеческого существа, картинки, показывающие, где мы находимся в нашей Солнечной системе, и затем изображения телескопа, которые использовали для передачи этого послания. Единственная проблема с этим посланием из-за Ресиба в том, что если мы получим ответ, это произойдет через 50 тысяч лет. Это потому, что галактика, которая была у нас прямо над головой, на которую легче всего было отправить послание в то время, галактика М13, находится на расстоянии 25 тысяч световых. Глядя назад на первые попытки заявить о нашем существовании во Вселенной, можно сказать, что это был вовсе не выход в космос. Это была лишь слабая попытка. Эти галактики, к которым мы пытаемся послать сообщения, находятся на расстоянии до 25 тысяч световых лет от Земли. Обратное путешествие займет 50 тысяч лет. Ответное послание или сигнал, возможно, придет через много времени после того, как за радиацией падут цивилизации на планете Земля. Но я думаю, было довольно наивно с нашей стороны тогда пытаться заявить о своем присутствии, о выходе в галактику «Умлечный путь». Хотя были и более поздние попытки послать сообщения гораздо более близким целям, активные программы поиска вызывают множество споров. Критики беспокоятся, что если послать маяк, сообщающий о нашем существовании, это может грозить нежелательными, опасными последствиями. Я считаю неудачной идеей рекламировать наше существование, не зная намерений чужих цивилизаций. Если бы вы были оленем в лесу, вы бы трубили, объявляли о своем присутствии охотникам, которые там роют. Давайте подождем и посмотрим, каковы их намерения. Мирные они или нет? Но ученые начали расставлять технические возможности развитых цивилизаций по шкале, которые называются шкалой Кардашова. Когда мы ученые смотрим в открытый космос, мы ищем маленьких зеленых человечков. Ищем цивилизации первого, второго или третьего типа в зависимости от физики и потребления энергии. Цивилизация первого типа планетарная. Они потребляют всю энергию, которая доступна на их планете. И зрелая цивилизация первого типа может начать управлять своей погодой. Они могут начать строить города в океане, они, возможно, способны управлять энергией землетрясения вулканов. Цивилизация второго типа уже истощила энергию планеты и стала звездной. Они играют с целыми звездами. Цивилизации третьего типа — галактические. Они выраздят просторы галактики на своих космических кораблях. Они играют черными дырами в центре Млечного Пути. Они играют с целыми группами звездных систем и потребляют энергию десятков, сотен миллиардов звезд. Чтобы рассмотреть перспективы, доктор Мичио Како приводит теоретические рассуждения о том, какое место нынешняя Земля занимает по этой шкале. Мы, вероятно, находимся в сотне лет от первого типа. Возможно, мы в нескольких тысячах лет от того, чтобы стать цивилизацией второго типа, и, вероятно, в сотнях тысяч или миллионе лет от третьего типа. Появятся ли инопланетяне в нашем небе или пошлёт нам откуда-нибудь сообщение? Или даже именно мы инициируем первый контакт? Нет сомнений, что это событие навсегда изменит человечество и наши взгляды на Вселенную. Мы можем получить колоссальный шок, когда произойдёт первый контакт. Тогда мы осознаем, что не мы правильны, что, возможно, мы делим нашу Вселенную с другими разумными формами жизни. Это может вынудить нас задать вопрос, кто мы такие и как вписываемся в эту большую Вселенную. Это может стать для нас прозрением. Первый контакт может стать нашим спасением, так как мы получим передовую технологию, чтобы построить лучший мир или началом конца человеческой расы. Поэтому неудивительно, что эта мечта вызывает как восхищение, так и страх. Продолжение следует...